В Анадре приняли в эксплуатацию отремонтированные подъезды по улице Уотки 58 и 13. Они стали последними в плане на текущий год. За счет субсидий в размере 24 миллиона рублей удалось привести в порядок 47 подъездов окружной столицы. Был проведен целый комплекс работ. В обновленных подъездах побывала и наша съемочная группа. В Новый год с отремонтированными подъездами. Управляющие компании Чукоджилсервис и Жилдом завершили ремонт почти в полусотни подъездов окружной столицы. Администрация Анадре выделила подрядчикам субсидию в размере 24 миллионов рублей на ремонт 41 подъезда. Еще расходы по шести управляющей компании взяли на себя. Это в четыре раза больше, чем в прошлые годы. За последние три с небольшим года у нас отремонтировано 54% подъездов. Я просто хочу напомнить, что, например, в 2018 году и ранее 10-12 подъездов в год ремонтировалось. В прошлом году у нас была цифра несколько больше. Мы исходим, естественно, из финансовых возможностей бюджета. Рассчитываем, что эту работу мы продолжим и в будущем году. Недавно комиссия приняла последние подъезды в текущем году по улице Отки 58 и 13. Работы велись с мая по ноябрь. Рабочие оштукатурили и покрасили стены, заменили межтамбурные и входные двери, а на смену деревянным оконным блокам пришли современные стеклопакеты. Порядка 25 лет – это срок эксплуатации деревянных дверей и деревянных окон. Фактически в наших поводных условиях он, скажем так, оканчивается гораздо ранее, потому что воздействие обильное дождей, древесина размокает. Соответственно, где все, что у нас, скажем так, все деревянные элементы меняются. В отдельных случаях приходится заменять двери в распределительные узлы, электрощитовые и тепловые пункты. На ремонт каждого подъезда уходит от трех до четырех недель в зависимости от объема и перечня работ. Сейчас при покраске стен выбираются материалы, соответствующие технике пожарной безопасности. От эмали мы отошли, потому что запрещено нормативами принимать эмаль, потому что она легковоспламеняющаяся. Соответственно, в личных клетках ее нельзя применять, потому что в случае пожара будет интенсивное задымление, да, и будет проблема с эвакуацией. В связи с этим мы используем, соответственно, акриловые. С началом лета на Чукотке стартует сезон строительства и ремонтов, и каждый год возникают различные трудности. На этот раз управляющие компании столкнулись с длительной доставкой строительных материалов. Мы живем в одном городе и сталкиваемся с одними и теми трудностями. Это наша навигация, это сложность доставки, сталкиваемся даже с некоторыми проблемами с сложностью закупки в Владивостоке, или доставкой необходимых материалов во Владивосток, которых там нельзя купить. Без замечаний не обошлось. На отке 13 межтамбурные двери нужно доработать, потому что они могут выпускать тепло из дома. А в одном из подъездов необходимо заменить поврежденные лестничные перила. Особое внимание глава столицы обратил на большое количество рекламных объявлений в подъездах. Можно было прикрепить хотя бы так, что можно было снять без следов. А когда приклеено намерто, это конечно... То есть жалко, вложен труд, вложены средства. Хотелось бы, чтобы все жители города, в том числе и предприниматели, которые рекламируют свои услуги, как-то, так сказать, к этому относились более бережно. В ближайшее время управляющие компании проведут работу над ошибками. Но граждане также не должны оставлять мусор на лестничных клетках, не рисовать на стенах. Тогда комфорт, чистота и уют будут в каждом доме Анадыря. Владимир Никитченко, Арсений Гусев, Вести Чукотка.